Всем привет, меня зовут Илья, я опять сел перед камерой, это значит пришло время поднимать свой скилл и становиться величайшим музыкантом. Прошло какое-то время с момента, когда я писал последнее видео, чуть чуть меньше месяца, небольшой такой перерывчик был. Это связано с тем, что у меня был период творческого накопления, переосмысления, стратегических раздумий и каких-то решений в плане канала и вообще моей работы просветительского характера. Сегодня я буду говорить о такой вещи, как баррэ, баррэ на бас-гитаре. Естественно, каждый музыкант знает, что такое баррэ и всегда у него вызывает это скреж зубов, дрожащие коленки и начинается паника. Миллион людей забросили гитару только потому, что услышали слово баррэ и попытались поставить пальцем зажать все струны, после чего больше никогда к гитаре не подходили. Эта тема вообще слабо освещена в рамках бас-гитаре, практически нет никакой инфы, даже в интернете даже нету, я не говорю уже про учебники практически не встречал. Это полное забвение в плане информации. Как бы это странно не звучало, на бас-гитаре прием баррэ используется тоже, но не так, как на обычной гитаре, так как цели, преследуемые гитаристом, несколько отличаются от цели, которые у басиста. Начнем с нудной теории. Во-первых, баррэ это специальный прием, который требует подготовки. Сложный прием. Подготовки, первую очередь, технической, физической и морально-психологической. Бывают два вида баррэ, большой и малый. Можете догадаться, наверняка, вы знаете, ты знаешь об этом, что большой баррэ, когда ты занимаешь все струны, там пять, шесть струн, четыре струны, а малая баррэ это, как правило, две, три, только две и три струны зажимаются. Например, вот так. Это малая баррэ, или вот так. Три струны. Можно выделить несколько пунктов, почему музыкант использует баррэ. Первое, это художественный прием. Например, можно сыграть такую фишку. Зажать баррэ, малая баррэ, одним пальцем, две струны. Вот, например, нота ре, нота ля. И сделать хаммер. Получится такая художественная фишка. Ее можно использовать, например, в соло, или в каком-то рифе, или в пьесе, вообще где угодно, при игре аккордами. Это художественная вещь, которая звучит особенно. Без баррэ так нельзя просто сыграть. Также баррэ поможет тебе освободить левую руку от лишних движений, отличных скачков от струны на другую струну. И тем самым сэкономить время, сэкономить силы и всякие затраты другие. Например, взять аккорд ля. Ля шесть. Аккорд ля шесть играется как раз баррэ на басу. Его можно сыграть, например, вот так, но придется делать скачок указательным пальцем. Это не очень удобно. Поэтому проще сделать вот так. Просто зажать малое баррэ. И получится такой секс-аккорд ля шесть. В классической теории этот аккорд является обращением, трезвучая первое обращение, секс-аккорд. Но в эстрадно-джазовой этот аккорд часто можно использовать как независимый и играть, например, в каких-то сольных партиях. Например, здесь я беру аккорд, соответственно, соль шесть, вот такой вот, с баррэ. Это мне помогает сделать меньше движений и экономить силы. Третий пункт, как можно использовать баррэ и для чего он нужно, это как у гитаристов, зажимать аккорды. Понятно, все знают, что бас-гитара это пять струн бас-гитары или четыре. Давайте брать четыре, допустим, чтобы было понятно. Это, соответственно, у нас третья, четвертая, пятая, шестая струна на электрогитаре. Соответственно, можно использовать тот же принцип, что при игре на гитаре зажимать баррэ, например, минорная. Минорный аккорд будет звучать так, ми минор. Но так играют обычно люди, у которых есть шеструнный бас. А у кого его нету, тому неудобно так играть, потому что нет открытой струны до первой. Получается, что при игре от третьей струны у тебя просто не хватает еще одной струны, чтобы подчеркнуть мажорность аккорда или минорность. Поэтому на пятиструнном и четырехструнном инструменте мы можем играть только от четвертой струны. Такую аппликатуру. Пятая струна не используется на пятиструнном, потому что она очень грязная. Если ее зажимать и бипа не лупить, будет очень гулко. Поэтому пять струн, пожалуй, так себе для этих целей. В этом году мы можем заткнуть с удовольствием для пяти partes, а пещера на пяти160�пуре, и она поиска вторая и 15-15 метр столов. И еще до трех портретаться пяти Cardinам Альтином 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 Маджик. Эпо-поиска тормоза пить их целью. Четвертие поester, что ли на пяти 14 виадцатый струнные белые цветы, и она уже есть кутка, которую будет закрываться в задней струнция. Первое упражнение сегодня. Это на развитие всех пальцев и умение играть баррэ всеми четырьмя пальцами. Как оно выглядит? Начинаем с первой позиции, с первого лада, первая и вторая струна. Зажимаем баррэ, малая, две струны, указательным пальцем. И поочередно извлекаем звуки. Потом через лад берем третьим пальцем, тоже зажимаем баррэ. Далее возвращаемся на второй лад, вторым пальцем и четвертый лад, четвертый пальцем. Такое упражнение. Это упражнение надо играть и вверх, и вниз. Доиграю и до ноты ля. И в то же последнее сыграли обратно. Это раз. Во-вторых, на что стоит обращать внимание? На то, чтобы у вас был всегда переменный штрих. Указательный, средний, указательный, средний. Это раз. Ни в коем случае не надо играть одним пальцем. Иначе не получится штриха, не получится правильной координации. Это первое. Второе, это та же координация. Это синхронность левой и правой руки. Нужно извлекать звук именно тогда, когда вы зажимаете следующий баррэ. Иначе будет, если вы чуть раньше, например, зажмете, будет микрофоршлаг такой. То есть не будет, да, вот так вот. Будут лишние звуки и будет некрасиво и не будет качать в итоге в музыкальном плане. Упражнение номер два. Переходим дальше. Усложняем свой путь. Увеличиваем нагрузку. Три струны. Тоже баррэ, но на трех струнах. Будет немножко сложнее. Но логическая тема, логическая цепь та же самая. Мы используем все пальцы и чередуем первый, третий, второй, четвертый, но с тремя струнами. Также первая позиция. Играем вот такой рисунок. Соответственно, мы играем здесь первым пальцем поочередно арпеджио. И дальше через один лад ставим третий палец и смещаемся на один лад и ставим четвертый палец. Выглядит это вот так. Ну, такое упражнение поиграть очень полезно. Что касается правой руки. Здесь не хотел говорить этого слова, но используется тиранда. Тиранда. Да, такая техника. Супер всем. Все знают. Все знают тиранду. Когда играешь без опоры. Если, например, апаянда с опорой мы играем и, как правило, используется для линий одноголосных, то тиранда мы уже играем без опоры и делаем такой подцеп. И последнее упражнение на сегодня самое сложное. Как ты уже мог догадаться, наверное, с использованием четырех струн мы добавляем еще одну струну. Что мы делаем? То же самое. Указательный палец берем, прижимаем на первом ладу четыре струны. Пятую не трогаем, ее как бы не существует. Прижали. Очень плотно, очень сильно. Потому что на первом ладу всегда сложнее зажимать, чем здесь. Если вы научитесь зажимать на первом ладу круто, то на двенадцатом и выше вообще проблем никаких не будет. Значит, зажали и играем снизу, точнее сверху вниз. Но добавляем четвертую ноту, соседнюю на полтона на четвертой струне. Выглядит это вот так. И в момент, когда мы переходим на соседний лад с средним пальцем, мы не извлекаем уже глушим струны, которые до этого извлекались. Лично я использую баре чаще как какой-то украшательный элемент в соло или при сольной какой-то партии, при игре аккордов. Это реально облегчает, когда можно всего лишь одним пальцем, двумя пальцами зажать аккорд практически на басу. Когда можно тот же шесть секст-аккорд вот так взять и сэкономить тем самым время. Так же как какое-то художественное украшение, как в этом рифе, которое я сочинил специально для этого видео, с использованием баре. Конкретно в этом рифе используется малое баре плюс хаммер. Шестнадцатыми нотами. Тату-тату. Тату-тату-тату-тату-тату-тату-тату-тату-тату-тату-тату-тату-тату-тату. Потом играется аккорд до трезвучия от четвертой струны. Такая аппликатура. Но сложность в том, что, во-первых, медленный темп, а во-вторых, здесь синкопа. И мы опять же раскладываем аккорд. Берем сначала на четвертой струне, а потом делаем добор других звуков. Я постоянно украшаю мертвыми нотами для того, чтобы заполнить пространство, заполнить какие-то дыры и создать такой кач в то же время, крутость и качевость самого рифа. Но это важно делать ровно. Если это не ровно, то лучше не играть. Далее мы играем аккорд ми минор 7, на седьмом ладу. Это септ-аккорд ми минорный. И далее разложен аккорд фа мажор. Фа мажор на трезвучье. Вот так вот берется такая аппликатура. Итак, в итоге, сегодня мы выясним, что такое баре, как его играть, зачем это вообще нужно, в каких случаях бас-гитарист вообще может использовать баре. Баре показал три упражнения на развитие баре, на две струны, на три струны, на четыре струны полезные, которые реально прокачают пальцы и помогут понять вот это вот само техническое составляющее. И показал небольшой тюдик аккордами с использованием фишки баре, с использованием малого баре на двух нотах, на двух струнах, который украшает и делает уникальным, делает красивше, делает круче этот этюд. Украшает реально его. Поэтому вы также можете использовать эти фишки в своей игре и тем самым добиваться какого-то интересного звучания. Если есть какие-то другие варианты, как можно использовать этот прием, я, например, не знаю просто, например, ну, ты, например, знаешь, я не знаю, напиши в комментариях, это будет полезно. Это будет интересно, полезно, я обязательно почитаю. Все, на этом сегодня все. Спасибо, что смотрели. На этой неделе также выйдет видео, в конце этой недели будет, как бы, на неделе два видео. Сейчас начало недели и, соответственно, еще будет записано дальше. Вот. Так что всем спасибо, что смотрели. Любви, доброты. Пока.